Всем огромный привет! Тут такая история. У меня вчера сын вечером приехал с рыбалки и заявил, что увидел в горах обезьяну. Первое, что пришло мне в голову, это... Я испугалась, что он перегрелся от жары, и у него поехала крыша. Он так мельчайших подробностей сказал, что они действительно увидели обезьяну. Что у него там есть даже нора, что она там реально живет. И вот сегодня мы решили проведать это место просто, чтобы успокоиться, чтобы понять, что это было. И вот сейчас едем на это место, где они действительно видели какое-то существо. Но, поговорив с папой, мы примерно прикидываем, что это наверняка были либо суслики, либо что-то похожее. Потому что... или сурук. Потому что обезьяны у нас никак не могут жить. В конце концов, мы не в тропиках живем. И вот эти сейчас горы, это как раз вот медные рудники здесь начинаются у нас. Ну, где в 18 веке, я вам говорила, добывали медь. Это как раз вот эти горы. Это у нас Багульминская возвышенность. В общем, подножье Уральских гор. Вот где-то... ну, скоро доедем, наверное. Как доедем, я вам покажу. Смотрите, какое красивое место. Такая гора. И здесь поле ковыли. Очень люблю я это растение. Красивое. На ветру прямо бегает ковыль. И вот они уже забрались выше. Мне за ними, короче, не угнаться. Но вот эта тропа, она так доверху и поднимается. Если вы видите, вот тут довольно такая заметная тропа идет. Ну, попробую подняться. Хотя силы у меня уже на исходе. Как бы довольно крутая гора здесь. Уходящая в небо. Ну, вот этот камень, где вчера они видели, как бы, эту обезьяну. Скорее всего, это был суслик. Или сурок. Вот еще тут нора. Довольно большая. Вот она. Уходит глубоко в землю. Короче, чувствую себя геологом. Вот еще одна нора. Большущая. И тут даже свежие следы. Вот. И здесь живут точно сурки. Значит, они у нас водятся. Так классно здесь. Давно не поднималась. Прямо с детства, наверное. Но очень высоко. Еле взобралась. Короче. Вот. Ну, вот эта яма, конечно, впечатляет. Она такая огромная. Если это могли копать сурки. А может быть, это копали люди, чтобы добыть сурков. Оказывается, их жир очень ценный. И поэтому их добывают. И мясо, говорят, вкусное. Но я не ела, не знаю. Вот такая история, девчонки. Вот. Короче, их много здесь. Вот этих нор. Ну, слава богу. Это не обезьяны. Это сурки. Ну, как вам такая обезьяна? А вот так выглядит сурок. Его вполне можно было принять за обезьяну. Вот такая панорама открывается здесь. Я вся уже выбилась из сил, пока поднималась. Идет такая дорожка по краю, на подножье горы. И вот тот самый камень с обезьяной. Это вот бывший медный рудник. Это был здесь вход тоже. Один из больших входов здесь был. Сейчас уже вот такие развалины. Решили мы еще съездить на родничок. Здесь есть неподалеку. Когда едем, я вам покажу. Ну, сурков мы сегодня не увидели, потому что они выходят кормиться, в общем, вечером, ночью. Поэтому днем их просто не было видно. Вот мы и доехали. Такое место. Родник здесь вытекает. И такой пруд. Здесь очень много карасей. Дети бегают сюда рыбачить, в общем. Ловить рыбу. Вот такой родник. Я помню, еще мы сюда приезжали, когда я замуж выходила. Во время свадебной церемонии мы здесь были. Очень красивое место. Немножко сейчас уже как бы заброшенное. Сейчас зайдем. Здесь хорошо отдыхать. Люди приезжают сюда на шашлыки. Удобное место. Вот. Родник Бузат называется. Вот эта лошадь, по имени которого назван родник, он раньше стоял высоко. Но потом его почему-то опустили на землю. Сейчас попьем водички. Тут такая ива красивая. И вот из кувшина льется вода. Так. Родник обустроен в честь 55-летия НГДУ Джалильнефтс. Короче, приложили руку нефтяники, надо полагать. Вода очень вкусная. Классная вода. С минеральными солями. Так, есть еще, по-моему, ниже тоже родник. Внизу есть родник или нет? Нет? Просто место... А? Ага. И вот такое классное место. Здесь тоже есть беседка. И такая природа. Кругом здесь посадки сосновые. И такие большие ивы. Здесь камыши. Сейчас покажу, как вытекает родник. Сверху вниз спускается родник. По таким лестницам. Очень красиво и интересно. И вот вытекает в такой пруд. Здесь камыши и водятся караси. Можно отдохнуть душой и телом. В общем, такое место расслабляющее. Здесь очень хорошо, спокойно. Так приятно журчит, шумит вода. А эту плотину соорудили в бобры. В наших краях они есть. Их очень много. Вот они тут запрудили, в общем. И вот так чуть-чуть протекает ручей. А по ту сторону живут бобры. Я их очень боюсь. Животные тоже агрессивные. Но пока я их не вижу здесь. Но близко подойти как бы тоже боюсь. Вот такое интересное место. И вот такая сама плотина. Где-то около метра высотой. Вот такая история. Так выглядит бобр. Это фотографии из интернета. Вот старший забрался на лошадь. Как маленький. Слезай давай. Поехали домой. Идешь, нет? Такой всадник. Великовозрастное дитя. Бреба. Продолжение следует...